Они хранят в себе ценные знания, веками передают их от поколения к поколению. В областной столице открылась Самарская книжная ярмарка. Ее задача – популяризовать чтение и культуру посещения библиотек. Хочется сказать, что наша страна всегда была самой читающей страной в мире. Мы себя позиционируем как читающая столица России. И мне кажется, сегодняшнее событие, которое мы открываем, это замечательная книжная ярмарка, тому свидетельство. В ярмарке принимают участие книгоиздатели со всей России, авторы, читатели, сотрудники библиотек. Областная детская библиотека в рамках ярмарки познакомит гостей с детской и развивающей литературой и коллекционными изданиями. Проведет несколько игр от ведущих российских издательств. Областная библиотека для молодежи представит несколько необычных мастер-классов и лекций. Очень обширную программу мы предлагаем для молодежи, для нашей, для жителей Самары, Самарской области. И то, что касается такой деловой программы, тоже принимаем в неактивное участие. Вот прямо сейчас проходит перформанс. Это писатель и художник. Мы рассказываем о Льве Николаевиче Толстом. Толстой, конечно, был значимым для российской действительности. И почему происходили все вот эти, ну, люди, кажется. Областная научная библиотека покажет интерактивную постановку пространства Самарского времени, где посетители познакомятся с историей книгопечатания в нашем крае с момента зарождения первых типографий и до современных течений в издательской деятельности. Кроме того, гости смогут познакомиться с раритетными книгами из коллекции, изданной в Куйбышеве, представленными на стенде. Здесь у нас выставка, на которой представлена вся история книгоиздания нашего края, начиная с 19 века и заканчивая непосредственно сегодняшним моментом. Здесь вы можете увидеть достаточно раритетные книги, старинные, 19 века и газеты примерно того же периода. Многие ошибочно могут полагать, что от книг с ветхим переплетом и протертыми страницами нет никакого толку. Но даже очень старой книге можно подарить вторую жизнь, утверждает руководитель проекта «Эко-книга». Все книги, которые мы покупаем в Самаре, да, у нас шесть приемных пунктов в Самаре, мы привозим на базу, сортируются. Потом и самые лучшие книги, экземпляры, сейчас их у нас около двух миллионов, они уже выставляются на продажу. Самая основная задача – это значит больше привлечь читателей, потому что у нас доступные цены. Самара – многонациональный регион. На ярмарке можно встретить стенды, посвященные культуре разных народов, проживающих на территории Поволжье. Здесь можно узнать о традиционных костюмах и предметах быта. Но самое главное – гости могут поближе рассмотреть книги, изданные на национальном языке. Нашими основными уставными целями, я имею в виду татарских общественных организаций, является работа по сохранению родного языка, национальной культуры. С самого начала работы татарских общественных организаций мы начали издавать газеты. А в последние годы в нашей работе появилось новое направление – это издание книг. Участие в ярмарках – это возможность рассказать подрастающему поколению о традициях и культуре разных народов. Наш отдел культуры народа Тарбут-Лам покажет, как евреи читают, как евреи живут, какие у нас обычаи, как мы воспитываем детей. Это очень важный вопрос. Ну и, конечно, мы еще завтра, послезавтра выставка проходит. Мы будем рассказывать о правильном питании, о здоровье, о кошерном питании. В рамках Самарской книжной выставки будут проведены межрегиональные конференции и семинары для педагогов, студентов и школьников. Спектакли, концерты, лекции от музеев и библиотек, творческие мастер-классы и многое другое. Посетить Самарскую книжную ярмарку можно до 12 февраля. Александра Гусева, Игорь Казановский. События. Продолжение следует.